Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Markets. По традиции для вас я публикую ежедневный обзор рынков с точки зрения WSA, с точки зрения Price Action. Напоминаю вам, что в комментариях к этому ролику находятся тайм-коды, с помощью которых вы можете ориентироваться по данному видео и посмотреть те инструменты, которые вам интересны. Кроме всего прочего, в описании к этому ролику находится ссылка на портный обзор, в котором я рассматриваю российский рынок, акции голубых фишек российского рынка и также фичерсные контракты российского рынка. По евро находимся вот в таком большом-большом, собственно говоря, треугольнике. Быки не смогли уйти вверх, однако локально сформировался небольшой вынос. Ситуация, вот если честно, двоякая. С одной стороны у нас вроде как сильные быки, да, дамы и господа, с другой стороны у нас сильные медведи. А рынок можно трактовать и так, и этак. Я с учениками в закрытой группе, кстати, вот в эту субботу сидел, в эту пятницу сидели, мы обсуждали, я говорю, я немного не могу понять, что происходит по евро, ситуация очень двоякая. И с одной стороны можно сказать, что сейчас будет рост, с другой стороны можно сказать, что сейчас будет падение. Ну такая, в общем-то, да, ситуация, как я могу говорить, вот, ну такое. По этой причине ставлю, конечно же, на следующей неделе я небольшие цели, такие локальные, ну чтобы было хотя бы немножко поторговать. Хотя все-таки постарайтесь не торговать, пусть рынок определится, что он, собственно говоря, хочет. Пока торгуемся локально в рамках покупок до уровня 1.08.823. Продаж пока что не вижу по данному инструменту. Все же, если вот говорить о локальной картине, вот именно о локальной картине, то быки немножко, но доминируют. Хотя бы немножко, но они, тем не менее, доминируют. Перейдем теперь к фунту. В прошлый раз, если помните, мы желали, чтобы быки нашли хоть какое-то закрепление в рынке и хоть как-то смогли набрать силу, ну чтобы, собственно говоря, рынок отрос. Однако у них это не получилось, и рынок пошел по нашему негативному сценарию. И вроде бы мы дошли до нашего уровня, где начинался уже долгосрочный негативный сценарий. Но мы не смогли закрепиться ниже этого уровня. И отсюда, конечно же, это может означать, что в рынках нет долгосрочных продаж. И, скорее всего, продаж долгосрочных, я имею в виду, не будет. Ситуация на данный момент по фунту еще сложнее, чем в евро. Опять же, вроде доминируют сейчас медведи, да? Но рынок не растет. Вот. Вся эта ситуация вокруг больше напоминает, вот знаете, такой вот развод какой-то продавцов, развод шартистов с целью захвата их ликвидности. Ну классика, в общем-то, жанра. По этой причине все-таки ожидаем на следующей неделе движение вверх от существующих уровней в диапазон 1.25.107. А перейдем теперь к японской иене. Иена достигла наших локальных целей и ушла в жесткий-жесткий флет. На данный момент имейте в виду, что флет стал достаточно очевидным по иене. И вспоминайте мою любимую фразу. Вот если в рынках что-то становится очевидно, то обязательно эта ситуация меняется на рынке, и рынок сам по себе меняется. Но пока что вот, да, вот эту фразу держим в голове, но пока что находимся во флете. И по этой причине особо надолго мы не планируем свои сделки. Мы торгуем локальную картину в рамках этого флета. В принципе, если говорить о прогнозах, аналогично, что и раньше. Сейчас торговля в рамках флета и подготовка небольшая движению вниз. Но опять же, не факт. Все равно нужно дождаться выхода из флета и встать в сторону пробоя. Да, и еще напомню по иене, что рынок находится в глобальном треугольнике. Не забывайте об этом. Треугольник, вот именно такой глобальный, все-таки чаще всего торгуется в сторону продолжения. Пойдем теперь к австралийцу. Если вспомните, в прошлый раз я говорил о том, что в рынках сформировался небольшой вот такой треугольник, который меня немного сбивает, да, с панталыку, что называется. Так вот, ситуация сейчас повторяется один в один, просто один в один. И причем интересно то, что объемы стали снижаться на фоне роста. Это вроде бы как, да, сигнал на разворот по методам ВСА. Но если мы сейчас посмотрим общую картину, вот именно глобальную картину, что мы здесь увидим, дамы и господа. А теперь мы уже видим огромный, огромный треугольник в сторону роста. Поэтому на следующей неделе я все-таки и жду этого самого роста и укажу ближайшую цель. Это, конечно же, цель 0.64.350. И глобальная цель 0.65.406. Перейдем теперь к золоту. Тик в тик отработал наш анализ. Надеюсь, вы на этом, собственно говоря, сумели заработать. Если заработали вообще красавчики, делитесь, как я люблю говорить. Но, тем не менее, скидывайте часть на данный момент своей позиции, поскольку мы дошли до нашей первой цели и стали откатывать. На данный момент, если смотреть, у нас есть две вспышки вот по таким медвежьим объемам. Но в одном случае у нас есть небольшое падение. В другом случае у нас уже падение более, ну, большое. Я бы не назвал его большое. Оно побольше, чем предыдущее. О чем нам это говорит? Это говорит, конечно же, о том, что в данном инструменте на хаях, в общем-то, покупают люди с неохотой. Однако тот факт, что второе падение произошло не мощное, не такое серьезное по волатильности. Оно произошло больше, но оно прям не мощное. Нужно иметь это в виду. Это все указывает на то, что в рынках сейчас очень мало пессимистов. Несмотря на то, что рынок на хаях никто не покупает, но у пессимистов, которые продавали бы активно, сейчас очень мало. Я имею в виду, что сейчас рынок настроен все-таки идти дальше вверх и пробивать нашу цель 1738. Но есть некоторый вопрос коррекции, дамы и господа, потому что сейчас уровни достаточно мощные. И вопрос, собственно говоря, по инструменту, когда эта коррекция произойдет. На следующей неделе может произойти коррекция. И, конечно же, я ожидаю ее в диапазон 1700. Именно диапазон. Вот мне тут очень трудно говорить о какой-то конкретном уровне, о какой-то конкретной цели этой коррекции. Дальше я ожидаю от диапазона 1700. Я ожидаю уже роста в диапазон 1738 и движение к 1776. Перейдем теперь к битку. По битку отработал прекрасно наш анализ. Мы действительно выросли до нашей обозначенной цели после коррекции, в общем-то, как и планировали. На ближайшей неделе ожидаю продолжения тренда. То есть ждем некую коррекцию, опять-таки, и покупаем данный инструмент. Цели коррекции 72.54 и 70.30. Ну а цели, конечно же, 83.82 и 76.97. Уважаемые коллеги, предлагаю на этом остановиться. Напоминаю, что осталось всего лишь две недели, когда вы можете воспользоваться огромной скидкой на мое обучение. Ссылка на это обучение находится в описании. Также в описании находится описание данных продуктов. С помощью данного обучения вы, во-первых, составите свою торговую систему, вы разберетесь в трейдинге, вы пробьете стеклянный потолок. То есть вроде бы чего-то достигли, но вот прыгнуть дальше вы не можете. Кроме всего прочего, вы разберетесь с кашей в голове. Чаще всего вокруг вас находится очень много информации, книги, статьи, какие-то форумы. Вот даже вы мой ролик смотрите. И вроде бы у вас кажется, что вы все знаете. Что вы вот, ну это, знаете, такая иллюзия знаний. По факту, что происходит? Когда вы открываете графику, у вас происходит каша в голове. У вас огромное количество знаний. Один говорит одно, другой говорит другое, третий говорит третье. Вы не знаете, с чего начать. Для этого, для того, чтобы такого не было, обязательно должна быть какая-то платформа. Должна быть какая-то база. Дальше вы можете развиваться самостоятельно. Вы можете развиваться по моим методам. Если вам мои методы не понравятся, вы можете взять другие методы. Вы можете разработать свои методы. Но важно то, что поначалу хоть какая-то база, она должна быть. Мое обучение дает эту базу. И причем это не хоть какая-то база. С помощью данной базы многие мои ученики торгуют и торгуют достаточно успешно. На каждый вид обучения действует гарантия. На курс базовый действует гарантия от слива. Согласно статистике, если трейдер торгует самостоятельно, используя самостоятельные методы, он обычно сливает свой депозит за 2-3 месяца. В случае, если по знаниям в курсе вы теряете депозит за 70 дней, я делаю вам компенсацию. На курс ВСА действует гарантия на качество. Как вы знаете, обычно чаще всего вы что-то покупаете, и это оказывается пустышкой, но полной херней. Если вы скачали курс ВСА, поняли, что это полная херня, что это вам не подходит, что невозможно это вообще никак применять, я делаю вам компенсацию, я возвращаю вам деньги. Без разговоров, без черных листов, без обсуждения, что вам там не понравилось и так далее. Просто пишите, я делаю вам возврат. Возвраты честные, я их делаю на самом деле, в случае, если человеку не подошло это. Это абсолютно нормально. Ссылку на продукты найдете в описании, также в описании найдете описание данных продуктов. Я вам желаю на следующей неделе удачи, профита и счастья. Зарабатывайте!